И когда мама увидит это видео, она просто меня разнесет. Серьезно, она просто будет... Мне будет непростая, непростая неделя, мне кажется, общения с моей мамой. Прости, мам. Мы с Юрой оказались рядом с сортировочной станцией в городе Сан-Луис-Патаси. И сегодня мы отправляемся в путь, в мексиканскую пустыню. Именно туда, где Дон Хуан выращивал и принимал, не знаю, выращивал ли, свои лекарства. Это смотрящий, то есть чувак, который, когда мы сюда пришли, сходу нам предложил свою помощь, что за денежки. Можно остановить поезд, что у него есть какой-то босс. Мексиканскую пустыню. Мексиканскую пустыню. Мексиканскую пустыню. Мексиканскую пустыню. Здесь на веревках висят ботинки, символ того, что эта территория управляется с бандой, и этот чувак, видимо, либо он член этой банды, либо он просто здесь живет, и они как-то, в общем, с ним взаимодействуют. И, конечно, с ним взаимодействуют. Мы с Юрой уже здесь познакомились с группой иммигрантов, которые едут в Соединенные Штаты Америки, и, в общем, им довольно весело с нами беседовать, особенно с Юрой. Он очень хорошо говорит на испанском языке. Тебе дает мео судить на ночь? Нет, на ночь я не думаю, что я буду судить, потому что я очень боюсь. Ты что-то боюсь? Почему? Потому что мы не поднимали тренинг, который мы видим. Надо прыгать сначала. Почему вы решили идти по этому пути, по этому пути, по этому пути, по этому пути? Потому что есть несколько, да? Много близко. Эта близко? Много быстрого? Да. А, эта причина. А, хорошо. Первый пункт, если там есть много перегрузов? Да, да. Конечно. Вот так скитаться по стране на грузовых поездах, не имея возможности купить билет на автобус или снять номер, невероятно тяжело. Для всех тех, кто хочет независимых обстоятельств, есть отличная профессия – программист. Программист и зарабатывает хорошо, и может работать удаленно, что позволяет жить и путешествовать в разных странах, искать приключения. Сегодня я хочу порекомендовать вам курс 1С-разработчик от SkillFactory. 1С-программист и одна из самых востребованных вакансий в России. Эти специалисты занимаются поддержкой разных бизнесов с помощью программы 1С-предприятия, которая автоматизирует множество процессов – от логистики поставок в крупных горнодобывающих компаниях до бухгалтерии в небольших магазинчиках. Для того, чтобы быстро стать специалистом 1С, не обязательно знание английского языка. Достаточно базовых знаний компьютера, а весь код и документация написаны на русском языке. Большая часть курса 1С-разработчика SkillFactory – это практика. Вы отрабатываете свои навыки на настоящих проектах, формируя из них свое портфолио. Поэтому после обучения вы будете готовы к задачам реального мира. Школа SkillFactory не просто обучает, но и старается трудоустроить своих студентов. Специалисты из карьерного центра помогут вам составить резюме и найти работу. В честь Черной Пятницы вас ждут скидки до 60% и бонусный карьерный модуль. Получить новую востребованную профессию можно по ссылке в описании под видео. А по промокоду BONDEREV вас ждет скидка в 45%. Здесь они спят на одеялах, которые им выдали в убежищах для мигрантов. Под одеяло стелят картон. И, в общем, собственно, это одеяло, это, наверное, единственная вещь, которая спасает их здесь от холода в пустыне, потому что ночами здесь довольно холодно. Но я надеюсь, что мы уедем до ночи, потому что я очень не хочу здесь оставаться даже вечером. Главный напиток всех мигрантов – это Coca-Cola, потому что в ней много сахара, много энергии. И вот они постоянно на протяжении своего пути пьют Coca-Cola. И даже я видел, как они Coca-Cola, бутылочку для кормления ребенка заливали Coca-Cola, и кормили так ребенка, чтобы ребенок тоже покушал. Давайте, давайте. Вот он уже едет, короче, и все такие, ну, подушевлены. Давай на соседнюю лесенку, сзади вот эта. Молодец! Си, буйна сверта! Ну че? Забраться на поезд была одна из самых сумасшедших штук, которые я либо делал. Едем совершенно бесфаливо. Тут проезжаем, секретарь привата, частная охрана, машины моет. Местные мексиканцы что-то делают, вообще. Надеюсь, поменяем вагон на ближайшем разъезде. У меня прямо сейчас эймория. Как будто я какой-то, знаешь, под наркотиками, прям. Да, теперь ты понимаешь, почему я люблю это. Да, понимаю. Ну, пейзажи здесь вообще космические, конечно. Сейчас все делено-зелено. А вот через там час, через два часа будет пустыня. Совсем другие виды. И вот именно наблюдать спокойно, что предоточено на вот это изменение окружающей среды. У нас сейчас большая проблема, потому что здесь, в той железной дороге, стоят автомобили частной охраны и досматривают поезд. И они уже наверняка нас заметили. Так что поезд, скорее всего, остановят где-то в пустыне на разъезде и попытаются нас садить. Поэтому нам нужно действовать на опережение и поменять вагон. Притормаживает немного, да? Это потому что поворачивает, да. Помни, как я тебе говорил, как спрыгивать. Ага, отлично. Ну чё, поздравляю, теперь у нас есть время выбрать нормальный вагон. Хм... Идём выбирать? Короче, вот такие предлагаю, типа, хоппер с бортиком взять, как вот этот. Хоппер с бор... Это хоппер с бортиком? Ну да. Я не особо шариваю в вагонах, если честно. Смотри, вот здесь, что написано, Peligro, опасно. Его опрыскили ядом, почему-то этот вагон. Возможно, из-за того, что здесь везут всякие зёрна, я не знаю, чё. Ага, пойдём в другой тогда. А, нет, сверху нет. Они нас не слышали, понимаешь? Да, я думаю, нет, они же на машине. Как будто мотоцикл. Посмотрись там, чтобы, ну, досматривать ли поезда, посмотри. Где этот мотоцикл? Нет, ну просто сверху дорога прямо, это прямо дорога здесь. Понял. Какой-то чувак ходит, осматривает вагоны, и мы пока решили сюда перелезть, на эту сторону, и здесь перекантоваться в кактусах. Нормально тут солнце фигарит, да? Помазаться кремом, это антисолнечный. А, секрет. Нет, подожду. Чувак, который смотрит поезда, он как бы по гражданке одет, но тем не менее мы решили перестраховаться. Я думаю, ему пофиг, нет? Обычно, на нем же всем пофигу. Ну, видишь, что там тут усматривает? Ну, типа, формально что-то там смотрит, делает, что ему сказали, но я не думаю, что он будет, типа, что тут делать с нами. Подержи. И все, он ушел. Здесь тоже висела наклейка о том, что опасно, но, видимо, ее повесили так давно, что ее уже где-то там сдернуло. То есть, скорее всего, это опасное вещество, которым вагон обработали. Оно тоже уже сошло с вагона, поэтому поедем здесь. А, здесь прикольно вообще, чувак. Не знаю. Очень круто. Ммм, Гринго. Очень вкусная тема. Особенно сейчас мы, типа, супер голодные, поэтому... Ты знаешь, почему это вообще круто? Гринго? Не, не знаю почему. Типа... Я тоже не знаю. Не знаю. А ты знаешь, почему Грингос? Грингос. Почему? Потому что, когда они, типа, отжимали территорию, типа, Техаса, Калифорнии, не воевали, у них были, у армии США была зеленая форма. И мексиканцы им кричали, типа, Грингос. Типа, езжайте в свою страну, типа, Го, Грингос. Поэтому Грингос. Ожидание, на самом деле, это часть вот этих путешествий на Товарниках. Пока ты ждешь, ты там сидишь, костерчик распалил там, или с чуваками какими-то поговорил. И там становишься в таком месте. Ну, сидишь, ветер гуляет, а ты созерцаешь. Ты перестаешь спешить. Ты вот приземляешь, и все. То, как, ну, как есть, так и есть. Ты так и едешь. Темнеет, и мы здесь стоим уже около двух часов. Мы хотели здесь ехать по этим местам днем, потому что они очень-очень-очень красивые. И приехало три локомотива, которые, по идее, будут тянуть наш поезд через эту горную местность. Вот сейчас я наконец-то слышу гудки, и похоже, что это гудки встречного поезда. То есть, видимо, мы все-таки ждали, пока пройдет встречный поезд, потому что там начинается однопутка. Учешает только одно, что когда солнце полностью зайдет, звезды появятся. А здесь очень-очень звездное небо. И мы будем лежать здесь на крыше Товарника и просто кайфовать, смотреть на звезды. Наш поезд наконец-то отправился, и мы летим сквозь ночь в мексиканскую пустыню. Постепенно становится все более холодно, потому что здесь в пустыне перепад дневной и ночной температуры достаточно высок. Кайфанк! Кайфанк! А, это Чаркас, сейчас проезжаем, кстати. Прям станция сварит. Здесь практически на каждом полустанке, в каждой деревне стоит работник железной дороги и просвечивает фонарем все проходящие составы, в том числе наш состав. И я думаю, это не по нашу душу, просто они смотрят, нет ли дефектов на поезде, нет ли разгарметизации груза, порядка ли ли сцепки поездов, ну и так далее. Все, сейчас выезжаем вот на СССР Лагуна Сека, тут будет поворот, и оттуда чисто по прямой, до Ванегаса мы едем. Скажи, как будешь готов? Я готов, да. Он, возможно, что-то к себе цепляет, пойдем. Здесь такая проблема, что у него нет станции смены бригад здесь, поэтому, когда мы ехали в эту пустыню, у нас был план спрыгнуть на ходу, и поезд здесь часто останавливается на разных разъездах. Нам удалось, не доезжая до города, до небольшого в 8 километрах спрыгнуть, и сейчас либо пойдем до города, там что-то будем искать, здесь, где ночевать, либо здесь, в пустыне просто упадем. Мне кажется, я сейчас просто, это, закрою глаза, и через минуту я уже все, спать. Блин, небо супер красивое здесь. А я здесь буду спать. Ну, если человек тебе это, ночью... А, подвижайся, если что. Подвигаюсь. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, брат. Спокойной ночи. Мы с Юрой проснулись в таком замечательном месте, среди пустыни. Ночь в целом была нормальная, не холодная. С одной стороны, прикольно, типа, ааа, круто, путешествие. А с другой стороны, типа, блин, чего я делаю вообще в мои 30 лет? Почему я не тяжу дома, не работаю, там у меня нет семьи? С одной стороны, уже хочешь, типа, спокойную жизнь, а с другой стороны, еще не можешь отвязаться от твоей прошлой жизни, последних, там, семи лет, в моем случае, там тоже, там, больше даже, да? Типа, в этой рутины путешествий, образ жизни, к которому ты привык, и от него, чтобы оторваться, это очень тяжело. Че, пойдем стопить тогда? Да, погнали на дорогу. Смотришь на этих чуваков, которым, ну, по 50, по 60 лет, знаешь, делают то же самое, что мы, такой, вау. Вот это вы, конечно, герой. Я просто не могу себе представить, чтобы там, не знаю, 50 лет, спал где-то в пустыне сейчас. Не, кто знает. Вышли на автодорогу, здесь пустынно, трафика почти нет, но, все равно, сейчас попробуем поступить. Может, поймаем какой-нибудь пикап. Когда я автостоплю, всегда меня отбрасывает на годы назад, знаешь, и такое дежавю, как я вот раньше гонял, когда. Я такой, неужели я снова, типа, этим занимаю? И у тебя пробовал? Я пробовал, но немного. Да. Но это прекрасно. Да, это прекрасно. Как это было? Ну, я могу сказать, что для меня это было очень комфортно, потому что, в том же время, когда я пробовал, я был путешествующим, я был путешествующим. Я была, у меня были большие проблемы, и, благодаря этому, я как-то чувствовал себя, спокойно, очень расслаблено, как-то, это было, как-то, это было единственное испытание. И пробовала с курандером или только? Нет, только только. Син-амик? Син-амик, да. Здесь просто, просто мексиканское кино. Старые машины, разбитые в граффити, старое здание старых кирпичей. Здесь ребята строят свой дом, выкапывают землю, делают кирпичи определенным образом. И строят дом себе, вот буквально дом поднимается из земли. Здесь석и об Sageмин. Здесь арена из земли. Их нужно нарушать экземен. Эти есть азарт. И надо их прикрепить, это светое. Революция целью. И с этим нужно революция. Ага, на фоне это как у него революция. А вот, мне кажется, что-то все это будет. Если не выходят все-таки, это первое, что я делаю. Вкусно. Ага, у вас будет как вы его levantали. И, да, понятно, мы должны идти к поехать Верман Погнал Пожел Пожел, пожел Пожел, что падает Пожел, что падает Я не отпустил Лист, говорю Универсал У того Здесь раньше была станция пассажирских поездов, но сейчас нет пассажирских поездов в Мексике. Так что здесь просто осталась деревушка такая. И многие люди сюда приезжают для того, чтобы попробовать пьет, и для того, чтобы им провели церемонию с пьетом. Но церемонию нельзя провести, нельзя ее всегда провести, потому что люди, которые эти церемонии проводят, приезжают сюда где-то раз в год примерно. Добро пожаловать в наше скромное жилище. И чувствуйте себя как дома. Тебе где больше нравится? В пустыне или здесь? В комнате? Ну, спать. Мы же в пустыне. Не важно, главное, чтобы с тобой. В пустыне, в комнате, на поезде. Главное, чтобы с тобой. Здесь в красном станет еще. Что-то хочешь пойти сейчас в пустыне? Зачекать, костер развести? Вообще да. Можно. Давай за трип. Офигенный трип просто. Кайф. Звезды, смотри, звезды просто. Даже с огнем, прям такие яркие. Ехать в пикапе вообще самый кайф. Кайфовить товарняка. Мне кажется, это немножко одинаково. Ехать сзади пикапа и на поезде, мне кажется, похожее ощущение, похожий экспириенс. Сейчас мы едем в Астасион Ванегас. Там нам нужно будет запрыгивать на товарняк, потому что на той станции, где мы были. Ага. А, трасса типа. Возможно, нам надо было с ним заехать, знаешь, чтобы с другой стороны из города выйти. Ну, пойдем, да. Тебе посмотрим пока. Че-то мы порадоступили. Можем быстро, нет? Да, да, быстро. Да, стой. Поговорим пешком. 500 метров. Пешеходный мост через станцию Ванегас. По идее, здесь поезда должны сбавлять скорость. Здесь действительно большая станция и много разъездов. Видишь, в целом здесь можно по накату определить, какие пути здесь главные. То есть, которые самые блестящие. Там чаще всего и проезжают товарняки. Ну, да. Вот эти вот здесь, они такие, полуржавые. Там будет тяжело взбираться, если будет двигаться поезд, потому что там резкий угол. Здесь пота лучше будет. Да, я думаю, нормально все будет, да? Здесь он очень медленно едет. Посмотри, Юр, ты сможешь на такой скорости запрыгнуть? Да, конечно. Ну, не надо. Да, спасибо. До pronto. Что тут вы приезжаете? До новых встреч. Да, так же. Собственно, сейчас станцию проезжает поезд в сторону штатов. И вот он очень сильно замедлился. Он едет медленно. Правда, вышла охрана досматривать поезд, если с ним какие-то проблемы. Но мы как-то это предусмотрим, отойдем подальше. То есть надежду эту вселяет большую, что мы сможем отсюда уехать без проблем. Здесь прямо рядом со станцией я услышал, как барабаны играют. Пришел, а здесь такие танцы и празднуют благополучие святого. Это очень интересная такая традиция, в которой смешались какие-то индейские штуки и штуки от христианства. Вот тут, например, даже можно посмотреть на этого святого. Он такой темнокожий, хотя черты лица у него европейские. И праздновали они как бы его благополучие такими вот танцами интересными. Прикольно, как религия и традиционные верования смешиваются здесь, в Мексике. Чувак, вышел охранник со станции. Это может означать, что скоро будет поезд, потому что они все поезда досматривают. И он просто за так, если не пошел. Но он уже скоро приедет, я думаю, так что погнали. С одной стороны нету, в любом случае, охранника. Один вроде бы есть, но сейчас посмотрим. А, да, есть. Мы можем пойти либо туда, навстречу поезда, куда он прибывает. Либо подальше. Но, наверное, с точки зрения запрыгивания, лучше пойти ему навстречу. Потому что он... Но у нас будет больше времени, он медленно будет ехать. Он медленно будет ехать. Оля. Балёще. Подъезжает уже поезд. Лучше запрыгивать вот там, где по два контейнера. Окей, сейчас на эти? Ну да. Останавливается или что? Ну, по-моему, наоборот. Не бойся, не бойся. Медленно, медленно. Смотри. Медленно. Осторожно. Ты как? Ладно. Слава, бля.